Продолжение следует... Пуфушечки. Ладно, я шучу, конечно. Все равно был чемпионат не такой уж плохой. Мало того, сейчас тут гранд-финал по дотке на правильном канале Рухаба. Так что тоже присоединяйтесь, потому что... Потому что Рухаб теперь это все. Это дот, это контр-страйк, это хоц, это... В общем, весь набор, весь спектр удовольствий, который только возможен. Кирба тем временем контролит банан вместе с Тенцки. И парни из атаки постепенно выдвигаются в сторону Рёбер. Здесь МСЛ вместе с Рубиниус делают человека многоножку. У них получается сделать фраг на Каджумба. Дальше в Зиппикс вместе с компанией выдвигается в сторону Зелёнки. Здесь белый фраг на Рубинио. И дальше Тенцки валится. Надо допушить им Аселя. И выходит конфиг, который дает информацию о местонахождении бомбы. Заходит Дюпри в спинку. Дюпри развернулся и сделал мэн-мод. И Кирба остается один против двоих игроков Астралис, которые уже довольны. Бегут на план ставить там бомбу, веселиться и устраивать там игры победоносные. Ну, Кирба на самом деле жесткий чувак. Он может сейчас просто поставить две головы. Но для этого ему нужно сейчас выцепить и одного из игроков вне позиции. Ну и, в общем-то, мы видим, что все-таки у него это не удается. Девай забирает Кирба. И мы наблюдаем датское дерби. В общем-то, двух довольно-таки хороших команд, серьезных коллективов. И датские команды, вот недавно совсем мы наблюдали Астралис в финале Counter-Pita против командочки Na'Vi. Дигнитос также практически каждый день мы смотрим за ними. И эти парни... Вот я уже не раз говорил из Сени, что у них сейчас просадка в игре. И чувствуется какой-то спад. Но, тем не менее, давайте по игре. Сейчас Team Dignitas делают Force Buy. Расположены 3 плюс 2. Астралис не торопится. У Астралис очень сильная инферно. В частности, сторона атаки. Ну и парни играют пока пассивно. MSL проходит тут сквозь смог. На самом деле, мог получить довольно много проблем и дэмэджа. Потому как у Астралисов автоматическое оружие. Они непременутым воспользоваться. Опять же, с петушком девайс. Второго петушка здесь пока что нет. Посмотрим, возможно, увеличится. Обычно они заражают друг друга на самом-то деле. И частенько мы можем увидеть с появлением первого петушка, а потом второй. Что касается MSL, с конфигом они стакаются внутри. При выходе с апартамента на мидл. И это очень интересная позиция. Она может быть здесь как смертоносной, так и просто могилкой. Потому что либо пан, либо пропал в клос-дистанции. Особенно с автоматами. Против автоматов MSL вышел. Получил по щам. Рубини будет следующим. Конфиг остается здесь один. Контролируется плент. И он выходит. Девайс это делает. Читает от начала до конца. А тем временем Корреган соло пушит банан. И выходит на Тенский. Тенский с ним справляется без проблем. Мы видим, что Корреган в своей команде скорее помешал сейчас. Но все равно бомба будет поставлена на планте. И Тим Дигнитес остается вне позиции. И Тенский получает по щаму. И Тенский... Прошу прощения. Кирбай это сделал. Но и Тенский теперь тоже все равно получил то же самое. И 2-0. И Тим Дигнитес начинает как-то пищаленько и грустненько этот Дейнферно. Ну пока все началось с того, что просто не заехала пистолеточка. Потом сразу же закупились форсбай. Тоже довольно-таки спорное решение. Ну вот в том плане, что я не вижу смысла делать форсбай в начале игры, когда ты проиграл пистолетку. То есть ты проигрываешь со счетом 1-0, а не скажем там 10-5 или 9-6. Да, закончилась первая сторона. Соответственно, вот они делают форсбай от Девайс. Отличная хаешка сначала на банан, а потом просто 5 петушков легло просто на Б от человека с петушком. В общем-то... Короче, Дигнитес умерли вчетвером от П-90, который был у Девайса. Тенский сейвит в церкви свой П-250. Так вот, по поводу экономики, проблема в том, что вот сейчас вот следующий байраунд, вот вы увидите, что не будет тяжелых арморов там у тех или иных игроков. Будут проблемы реально с гранатами там и вот и так далее, и так далее. А все почему? Потому что был сделан форсбай. Ну и смотрим. Эмочки есть и у всех. Все вот 5 легких арморов. Абсолютно, ну, такое вот... Это не страшно, я имею в виду. Это не страшно, но могло быть лучше. Если бы не форсбай, было бы лучше. Было бы лучше, но мы же не хотим, чтобы было лучше. Мы хотим просто хорошую, быструю игру, потому что лично я вот, например, хотел бы уже пойти спокойно отдохнуть. Но факт остается фактом, что Астралисы довольно неплохо начали эту Дейнферно за слабую сторону, отжали очень важные раунды. Сейчас Тим Дигнитес придется наверстывать упущенное. Мало того, у них, как ты уже сказал, не фуловые раскидки и не вторые арморы, что против АК-47 вообще не имеет никакой разницы. Но вот в случае с раскидками это очень-очень важно. Молотовых нет вообще. По одной флешке и по одному смоку в руках у Тенский еще только смог, и это, ну, довольно печально. С другой стороны, мы видим, что Астралисы не преуспели в том, чтобы выбойтить у своих оппонентов эти раскидки. То есть только-только сейчас, на минуте 20, начинается первое раскидывание смоков от команд защиты. Правда, у Тенский шикарный, шикарнейший смог. Из-за этого у Тиммейту пришлось потратить еще один. И таким образом они на Б-планте уже могут очень-очень жестко ошибиться по вопросу таймингов. И Астралисы могут этот момент реализовать, если сейчас информацию девайс даст, что там лежит второй смог. Да, вот он видит второй смог сейчас при помощи прыжков. И может дать инфу, что получается, что у команд защиты на Б-планте больше нет вообще раскидок по этому вопросу. Но, с другой стороны, то же самое касается и Апланталжа. И Керриган начинает открываться на зеленку. МСЛ тут смотрится с этой позиции, пытается хоть как-то ответить. Но решает, что стоит отойти, потерять этот спот. Тем временем девайс соло зашел, запушил с петушком Тенский. Кирбай ответил. Таким образом, на Б случился размен один в один. Но на МСЛ лежит еще очень-очень большая и потная задача. Это название выход на зеленку и контроль над Дипри. Дипри погибает. Каджум будет следующим. Вполне возможно, и МСЛ просто шикарен в своей стрельбе сегодня. Дипикс двигается на Большие пески. Получает там пачам от Рубиния. И Керриган будет отправлен прямиком в следующий раунд. Приточный стрельбе Рубиния в дабл-киле от Больших песков. Слушай, ну и молодцы, Дигнитос. Четко они отыграли, на самом деле, в этом раунде. И было какое решение от Астралиса. Астралис 4 плюс 1 запустили того самого девайса с петушком на точку Б. Он соло туда прокрался. Еще и сделал минус. И, кстати, там вот было видно, как полетел борщ из головы человека. Именно потому, что у него не было каски. То есть у него был легкий армор. И его девайс довольно-таки легко сразу же убил. И вот 4 в 4 находились Дигнитос. И, ой-ой-ой, Тенский отлично ловит девайса. Но девайс опять же играл соло. Видимо, пытался реализовать свой респ. И Дюпри забирает на медли. Ошибается МСЛ. На самом деле, очень плохое решение. Сейчас от МСЛ умереть. Астралис очень быстро заходит на А. Курс Балкона, Больших Песков. Самое интересное, что он не видел, где находился игрок, я так понимаю, это был Рубини, который находился за колонной. То есть Дипикс мог получить спину, но его тиммейты с шорта очень-очень грамотно сразу же уничтожили своего оппонента, который мог бы нанести очень-очень большой ущерб Астралису. Мы видим, что Тенский остается последним игроком Тим Дигнитос, который в этом раунде засейвит МЧМку или, возможно, вообще ничего не засейвит. Зипикс к нему пришел. Говорит, дай почитать, пожалуйста, в библиотеке. Но случилось так, что Тенский решил, что нужно оружие свое использовать. Еще и флешку очень грамотно откинул за Аркадио против Каджумбы. Но Карриган и Дюпри в любом случае довершат этот раунд до победного окончания. Хотя Тенский имеет диффускит. Теоретически говоря, он мог бы попробовать, например, на холоде выйти, но в любом случае он этого не делает. И Карриган сейчас придет с КТ-сайда с ним стреляться. Неужели он сделает 4 фрага здесь? Если сделает, то это очень-очень дорогой раунд для Датчан. Настолько дорогой, насколько он вообще не должен быть. И да, 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 это 4 фрага. Отличнейшая работа. Но Тенский сейвит, но проблема в том, что сейчас у Дигнитос по-любому будет эко-раунд. И в следующем вроде как должны быть деньги. Единственное, что там Рубиня под вопросом. А по поводу позапрошлого раунда. Так вот, несмотря на то, что Девайс зашел на точку Б, там Дигнитос разменялись. И все-таки они не смещались и принимали втроем фактически заход от 4 игроков Астралис на точку А. И в общем-то мы видели, как МСЛ поработал на зеленке. Все закончилось очень хорошо для Дигнитос. Но следующий раунд они отдали. И вот сейчас мы видим эко. При этом есть у Северный Утенский. М-очка, он ее не реализует. Просто-напросто банально ослепнув на телеге. Утенский, в конце концов, Северный Утенский не справляется тоже со стрельбой. Мы видим то, что усиление на Б Плантиану было довольно интересным. То есть два пистолета плюс единственный девайс, который имелся у датчаны защиты. И могло сработать. Но Астралисы просто перестреливают своего оппонента очень-очень громко. Кроме этого, перекидывают его при помощи флешки. Сейчас Астралисы борются без снайперской винтовки. А что будет, если девайс еще себе возьмет АВП? Сейчас, кстати, у него топовый фракстат, десятка. И он очень-очень хорошо себя чувствует. Вот такая атака на Инферно. Напоминаю, что они сейчас играют в слабую сторону. И на этой слабой стороне уже имеют 5-1. И если вытащить сейчас очередной девайсный раунд, то Тим Дигнитас придется снова играть с пистолетами. И тогда Астралисы уже поимеют счет 7-1. Рубинио. Клоус дистанции на Максел. Он будет пытаться рассчитывать. И получается отрубить зипикса. Каджум тем временем падает от МСЛ. И мы видим то, что команда атаки хоть и законтролила Шорт. Кстати, Керриган поджимает спинку. Грубинио не ожидал. Вышел также конфиг. И должен был по инфе сыграть, но не получилось. Дивайс тем временем отребает Кирба. И валится один за другим. Преимущество было 5-3. Но Астралисы, они совсем-совсем нелегкие парни для того, чтобы их перестреливать дальше. И Керриган занял невероятно классную стратегическую точку на Шорт. При помощи которой уничтожил двух игроков, которые выходили 5-1 спиной, по сути, и должны были там уже делать более-менее адекватные мовы. Но не получилось. 6-1. Астралисы доминируют на защите, точнее, атаки до инферно. Ну и мы видим, да, как раз то, что доминация Астралисов абсолютно полностью связана с тем, что они играют очень хорошо атаку. Они демонстрируют хорошую игру. Они каждый раунд работают с бананом. Притом работают с бананом так, как это нужно. Дивайс практически постоянно занимается этой точкой. Даже он играет как до соло. Он все равно тут очень часто пытается занять агрессивную позицию. Ну и потом всегда вот Астралис готовит какую-то платформу перед точкой А, потом выходит мидл, могут зайти на Б. В общем-то там у них уже их атака варьируется в разных направлениях. Ну и довольно-таки легко сейчас Астралис забирает этот раунд. Был экономический у Тим Дигнитас. 7-1 для Астралис за террористов на инферно. Ну тут как бы начало даже лучше и не придумаешь на самом деле. Посмотрим, что они смогут продемонстрировать теперь. Ибо сейчас нужно кровь из нас убрать. Потому что нет вообще никаких шансов, если они будут отдавать еще один... Еще два раунда подряд, потому что дальше будет очередной экономический. И датчане из атаки выйдут уже в слишком жесткий счет. Для того, чтобы потом камбетчить на атаке, если у них будет получаться. Дипри находит МСЛ и Рубини разменивает Дипри. И все это случилось у нас на миде. Керриган пока что зонирован при помощи Молотова на мидл. И Зипикс выдвигается в сторону апартаментов. Мы видим то, что в этот раз Тим Дигнитас играют именно агрессивно на банане. Но не агрессивно на аппленте, где они до этого стаклись в апплентах. Сейчас они решают то, что занятие зеленки плюс песков является адекватным решением на проблемы, которые у них возникают сейчас на этом начале до инферно. И Кирбай все еще стоит и ждет своих оппонентов, отпустив своего тиммейта на ротацию на апплент. Но проблема в другом. В том, что на самом деле эта бомба на Б и Банан сейчас будет пропушен. А там никого нету, кроме Кирбая, которого очень-очень быстро занесли. Тенский сразу работает на перетяжке. Должен кого-то простреливать, но смог кладется дефолтно на хелпу. И Каджум ждет поджимок с Банана. Рубини не читает этот момент вообще, даже не пытается чекать. Очень большая ошибка от молодого бойца. Вообще, на самом деле, возраст, конечно, такие вещи, он не прощает. То есть молодежь, она почему-то вот такие моменты, бывает, допускает именно с отсутствием чека. Если старики, они чекают, но чекают именно по факту в формате типа чекнул, отвернулся. Но на самом деле там стоял мужик, он просто не заметил, потому что делают это чисто ради формальности. Вот. То молодежь просто этого частенько не делает, даже ради формальности. Ну, потому что старичок привык ходить и терпеть там всю жизнь, понимаешь? А тут молодой один раз втерпел, не понял. Ему пока не вдолбишь в голову, оно же не доедет. И я таких ситуаций могу очень много привести. Я просто как бы... Ты просто часто вдолбишь детям. Ну, я играл просто в команде, на моих глазах росли там, ну, скажем, в моей команде я очень долго играл там со Стариксом, с Ангелом, с людьми, которые сейчас играют там. Уже Старикс не играет, но играли в Counter-Strike. И это не только они там, тот же Крафтик. Я просто буду называть людей, которых ты не знаешь точно, но они уже как бы в 1.6 чего-то там достигли и как бы играли. И это проблема очень многих игроков молодых, при этом они еще могут замечания воспринимать как, типа, персональную обиду, либо на какой-то наезд. Мол, типа, Вася, что ты мне рассказываешь, что ты вообще, сколько тебе лет, что ты знаешь. Ну, типа, поэтому... Это юношеский максимализм, а вообще, конечно, Сеня как раз, по-моему, говорил, что ты придумал выражение, которое четко характеризовывает формальный чек. Когда, вроде как, чекнул, да, но на самом деле оказалось, что там есть человек. И этот человек тебя убивает. Да, ну так оно работает, реально. Я и прекрасно причем понимаю, потому что мы действительно относимся к вещам, которые мы должны именно формализованно делать уже с отсутствующим вниманием полностью. И это нормально, это человеческая черта, я бы сказал. Это то, чем мы отличаемся от роботов. И покуда мы еще не смотрим за роботизированным Counter-Strike, где сражаются R2-D2 против, там, C-3PO, то мы будем наблюдать за такими моментами. В случае с Team Dignitas, реально, эти парни, это будущее датского Counter-Strike, но вопрос только в том, что нужно пройти невероятный путь до того, чтобы уже нагибать по полной. То же самое касается SK Gaming. Мне очень нравится то, что в Дании реально очень и очень много молодых ребят, которые готовы показывать очень неплохой уровень. Но в отличие, например, от нашего Counter-Strike, в котором действительно очень-очень мало молодых, которые бы играли вот на таком уровне, как Team Dignitas, хотя бы находясь в топ-7. Ирбай. Хаешка хорошая, но и Керригана. Дабл Хаеф Керригана в одну и ту же точку. 8 хп у этого парня остается. Тенске добивает капитана команды Астралии. В Дипиксе время нашел MSL, а это ранний пуш на... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все-таки пропушили Шарта, Рубини вместе с Конфигом, работают по двум игрокам, которые вышли с апартаментов. Кажук вышел на размен, но он не знал то, что Конфиг находится здесь под парапетом. И Керриган вместе с Тенске остаются вдвоем против Дипикса, который уничтожает одного. Потом похудо доставал Дизерт Игл. Если бы у него не закончились патроны, то он бы смог бы справиться и с Тенске. Он явно был очень серьезно настроен. Но мы видим то, что в этом моменте Тим Дигнитас вырывает, буквально вырывает из лапа Сталис этот второй раунд. Ну и берут они этот раунд, действительно. Но тут в целом мы видим, что по счету все очень плохо. И, ну, возьмут они этот раунд. А реально, если говорить уже о камбэке, то нужно тут брать серию раундов для Дигнитас. Нужно выходить хотя бы на счет 5-10. И потом, конечно же, брать пистолеточку. Потому что все-таки, как бы мы там ни говорили, но я вот все равно считаю, что Дефенс более сильная сторона на Инферно. Но в последнее время абсолютно все происходит не так, как я говорю и не так, как я вижу. И при этом вот и Астрализы, и те же Фнатик, и те же Люминосити за атаку на Инферно играют очень хорошо. И, соответственно, может быть, Тим Дигнитас хватит 5 раундов для того, чтобы потом в атаке начать карать своих более именитых соперников из команды Астрализ. Кирбай находит голову Каджумба. Очень-очень грамотная флешка от Тенске. Опять же, дабла вот этого Кирбай из Тенске, она мне очень импонирует. Они регулярно делают неплохие аркады, минимум вытоки. И у них частенько получается. Но это не очень сильно помогает, потому что они играют против просто мастодонтов, контр-страйка, топ-3 команды. И ясное дело, что дается пока что тяжело. Однако они смогли найти еще и фраг на Керрига. Но таким образом оставились Астрализ в меньшинстве очень серьезным. 3 на 5. Но мы уже помним, что то же самое уже происходило. Они все равно из этого 3 на 5 выигрывали. Хотя сейчас МСЛ убивает Депри, убивает 6 хп и СГшка в его руках. Я не знаю, честно говоря, вообще, каким образом она должна здесь сработать. Но факт остается фактом, что просто-напросто в сухую Тим Дигнитас обыгрывают своего оппонента. Такое ощущение, что вот этих всех 9 раундов победных Астрализ просто не было. Ну, они-то были по факту. Просто сейчас уже, знаешь, как бывает, террористы просто подпритерлись к своим оппонентам. Ну и, естественно, и Дигнитас тоже такие попритирались к своим оппонентам из Астрализ. Такие, так, все, здесь мы вас не пропустим. Здесь мы вас законтролим. Сюда нет, туда нет. Все, везде закрыто. Сидите на базе. Ну и все. Ну и, в конечном итоге, Тим Дигнитас сейчас, наконец-то, может быть, нащупали за дефенс то, что им нужно. Какие-то, не знаю, комбинации. Но сейчас у Девайса 2D в районе банана и Девайс ошибается. Тенски все-таки забирает его. Агрессивная игра принесла плоды Дигнитас. При этом, в принципе, они заняли только машину. И, в общем-то, оттуда и Тенски сделал килл. В меньшинстве, начиная от Астрализа. Ситуация 4 в 5. Им Дигнитас держит 3 плюс 2. Но уже за счет того, что есть контроль Кирбая над бананом, уже спокойно может Тенски уходить на плент А. Зипис выдвигал в сторону апартаментов. Вышел, понял то, что там лежит смок. И сейчас есть 3 игрока в Астралии за то, чтобы реализовать этот выход. Судя по всему, они будут двигаться на зеленку. МСЛ получает молотова. Видит, что да, он уже не пойдет. И рядом еще и лопается курочка. Это неплохое барбекю. И подспорит для МСЛ. И на выход хорошая флешка от его тиммейта. Попадает по всем троим. Заливает молочком. Кириган отвечает на Тенски при помощи АВАПа. И это капитан команды с АВП. Интересное решение. Это член, видимо, подобрал своего тиммейта у Девайса, который уже почил в бузине. И они вдвоем постепенно выдвигаются в сторону зеленки. Здесь МСЛ должен все еще принимать. При этом у него 37 хп. Но это не важно для Киригана. Просто отрубает своего оппонента. Конфиг тем временем стоит на планте. Кирбая работает с мидом. И проблема лишь в том, что... Оу! Как же так? Почему они прошли через мидом? Я думал, что они просто пойдут по зеленке. Но да, не суть важно. Конфиг все еще остается на планте. Информации о нем никакой нет у капитана команды. Команды Астралис. И это печаль. Беда. Хорошо, что курочку не убил, которая была на месте Киригана. 4-9. 4-9. Астралисы довольно слабо проводят последние три раунда. Несмотря на то, что здесь была возможность показать класс. Но не случилось. Я, опять же, склонен полагать, что всегда существует момент, когда одна команда подстраивается под вторую. И вот этот вот разгромный счет, который они демонстрируют в первой половине карте, это на самом деле явление временное. И вот мы видим сейчас, что Дигнито все-таки действительно подстроились. Ну, а какой-никакой камбэк уже есть. Три раунда подряд они взяли. По экономике сейчас все хорошо. Мастель, кстати, с АВП на банане. Отличная работа. И забирает он девайс. Я, кстати, не увидел девайс с АВиком был. Да, с АВиком. Да, да, подобрал Каджомб его. Кэй Джемби, точнее, как он нас любит говорить. На самом деле, англоязычные комментаторы не всегда произносят Кэй Джемби. Они произносят и Каюб, и Каджомб, и Кэй Джемби. Вообще, я так понимаю, что более чем правильно именно Кэй Джемби. Ну, я фиг его знает вообще. Это вариативность никнейма. Особенно, на самом деле, у скандинавов, потому что Джей читается и как Ю, и как Джей, и как Йоханссон. Так, Кирбай, приемка. Приемка какая-то медленная. Просто откинули Молотова и стоят дальше. Дальше, дальше флешки полетели. Но проблема в том, что тайминг, какой сладкий тайминг под флешку своего тиммейта. Я уже говорил, что он чувствует Тенске от начала до конца. Эти дружбаны точно неразлучно. И Зипикс убивает все-таки Кирбай. Дальше запушили Б-Плент. Но проблема с количеством ХП у Каджомба, плюс вообще количеством живой силы сейчас у Астралии. Каджомб покидает этот мир. Зипикс отвечает на Тенске, который сидел за двойным. И тут выдвигается Рубинио. Начинает спрейить прямиком Смок. И находит очень много дэмэджа сейчас на Зипиксы. И Рубинио отрубает последнего игрока Астралии. Таким образом, они все-таки вытаскивают целых 5 раундов на защите. Сейчас последний раунд, в котором мы выясним, будет ли 6-9 или 5-10. На самом деле, и тот, и другой счет более чем приемлем для Тим Дигнитос после провального начала. Да, начало было не очень хорошее. Мы видим, что все-таки Дигнитос добивается того, что в конечном итоге Астралии в последнем раунде делают экономический, ну, экономический в смысле плохой бай. И Дигнитос, в общем-то, показали так, на самом деле, что все не так уже плохо, что катушка у нас не будет в одни ворота, и они все-таки будут обороняться. Сейчас, интересно, Дигнитос заняли апартаменты. Рубинио забирает к Зипникса. Вроде как у Астралис уже пошел выход на мидл, и там уже есть у нас загулявший в виде Кажумба, который находится уже в библиотеке. Это не загулявший, это выживший. Это Оскар, понимаешь? Ты ничего не понимаешь. Тут пацан в библиотеку пришел почитать рядом с курочками и выкинул смог хороший. Сейчас придется к Найнам, допушу там, и в спину получит Рубинио. Рубинио получает? Нет, не получает спину. Все-таки конфиг прикрыл эту лавочку, убив двоих, и остается только девайс, у которого есть девайс, но нету желания. Значит, желание, наверное, есть, но его тиммейтов нету просто-напросто. И это уже вторая часть выжившего. Теперь он один против четверых, и нужно что-то делать. Он несет бомбу на Б-плент, но информация у Кирбая была, и таким образом она ее дает своим тиммейтам. Они делают ротацию на Б-плент, но он всех обманет, конечно же, и пойдет обратно на А. Но на самом-то деле Рубинио с конфигом остались на Аппленте, и они придут на мидлы конфиг, отрубят его при помощи снайперской винтовки. 9-6, отличная работа от Тим Дигнитес. Да, молодцы Дигнитес, и все-таки сделали камбэк, сохранили нам интригу в этом матче. Счет 9-6, Астрализы выиграли очень сильно за атаку, но Тим Дигнитес сейчас могут взять пистолеточку и потом начать носиться на ноге и карать своих противников, и все-таки попробовать выиграть эту карту. Хотя это будет довольно-таки сложно. Опять же, не раз уже говорил я, и мы с Сеней говорили, и ты сам видишь, что у Дигнитес все-таки наблюдается просадка по игре, наблюдается просадка в целом по их Counter-Strike, и вообще непонятно, как они живут. Мол, типа, знаешь, вот мажора нету, да, и нету жизни. Нет мажора, нет жизни. Но ХРы живут как-то. Сегодня DreamHack на квалификации они даже надавали гамбитам, и, кстати, подожди, кому они... Они обыграли, по-моему, Маус Спортс. Да, они обыграли Маус Спортс со счетом 2-0. Как тебе такая комбинация? А потом проиграли, судя по всему, команде Дигнитес, если я ничего не понимаю. Так, Зиппикс, Даблкилс, Юспика, Рубини отвечает на Кэджемби, Кэрриган пытается, хочется сделать, понимает то, что стоит отойти, и капитан команды, единственный игрок, Б-планта, который остался в живых. Дюпри движется в сторону Хелпы, помочь своему тиммейту, Кэрриган, сладкие фраги на Рубине, Кербай раздает пирожки, и парень очень горячий, но конфиг на развороте со спины вышел Девайс, запушил Банан и забрал ВП 250-й. 10-6. Пистолетный раунд в сторону команды Астралис, которые довольны закупать Юмпиками, УЗишками, плюс Фамосом, М4-м, и сейчас у Зиппикс тоже какой-то Девайс появится. Тем временем, у нас корейцы обыграли американцев Датан в финале. Нифига себе. МВП обыграли? МВП обыграли и Вилл Дженисус, там Лос Миссис Майлон Коменселя. А я перепутал флипсайдов с ХРов с флипсайдов, у нас флипсайды, которые тыкали. Посмотри, какой пуш на счет, Чарт Каджумба, это супер спрей на Кербай, он просто нереальное количество демэджа нанял сейчас команде атаки, но проблема в другом том, что сейчас остается только один опорник на Апланте, это Девайс, привет! Привет, говорит Девайс, но качанный атлет не помог, в Деприте время убил Тэнски и Рубини вместе с конфигом остается вдвоем, при этом у них очень большие проблемы по ХП, но зато они поставили бомбу, заработали денег для своей команды, Керриган будет пушить со стороны зелени и здесь Депри выдвигается с апартаментов, зипик с шорта, они все еще хотят сыграть чисто по инфе, вытаскивают с угол за углом, чекают информацию, берут ее прямиком в руки и суют в лицо Керригана, точа конфигу, патроны из Фамоса. 10-6, превращается в 11-6, это означает то, что у Тим Дигнитес утекают шансы постепенно на то, чтобы вернуться в этой карте, но нас ждет еще первый девайсный сразу через раунд и тогда уже у Австралии к этому моменту будет 12-6. Ну и делали форсбай Дигнитес, мы видели, что они сделали 3 килла, установили бомбу, но скорее всего сейчас будет еще один экораунд и по сути, в общем-то, это немного им принесло пользы и Тим Дигнитес в конечном итоге продолжают проигрывать эту встречу, счет уже 11-6, в общем-то, тут что можно посоветовать? Посоветовать можно, ну, попробовать поиграть медленно и попробовать все-таки поработать с бананом хорошенько, в том плане, чтобы что такое? Поработать банан, пошатать банан, что еще сказать? Нужно шатать банан. На Инферно, чтобы выигрывать карту за атаку либо за дефенс, нужно контролить банан. Хорошо. И шатать банан. Окей. Шатай банан, будь плохим бананом. МСЛ пришел, получил, отзипик, это неплохо, Рубини, довольно неплохой дезертыгл показал Рубини, но проблема в том, что Кариган вышел на размены и сразу же рефражнул своего оппонента Тенским вместе с конфигом. Это был 5 дезертыгл у нас стратегия от стимбига, это все это правда без арморов, все это без всяких раскидок, просто такой бомжи раунд, в котором они, к сожалению, ничего не показывают. Но факт в связи с фактом, что на следующем раунде у них будет АК-47 и вторая армора и все будет довольно неплохо. Вопрос чисто в том, как Астралисы подготовились к этой защите. Я почти не сомневаюсь, что они будут грамотно реализовывать эту сильную сторону до Инферно, потому что карта супер КТ-ориентированная, несмотря на то, что в последнее время все больше и больше нормальных команд адекватно. Астралисы на Инферно обыграли команду Нави, при том, если я не ошибаюсь, они взяли очень много раундов в атаке, нужно поднимать статистику, не помню, но по-моему там как-то чуть ли не 10-5-11-4, то есть еще хуже, чем здесь против Дигнитас. Но Нави там в какой-то момент начали камбэчить, но они доехали они все-таки до полноценного камбэка, и в конечном итоге Нави обыграли Астралис очень сильно на мираже. Дэвайз забирает Рубинио на банане, Рубинио понял, что банан нужно шатать, но все-таки к сожалению его друг в этом не разделил, в общем-то как это, не разделил счастье с ним пошатать бананы и в конечном итоге приступает с утра только для того, чтобы пошатать бананы, мои чаяния на этом заканчиваются. Но факт остается фактом, что Team Dignitas отдали open frag, Рубинио здесь не совладал, тотали они совладали на самом деле со стороны Team Dignitas, потому что это важнейший для них раунд, им обязательно нужно выигрывать его здесь, потому как у них в следующем раунде в таком случае не будет. Девайсов снова, это снова будет экономически, и Астралисы выйдут на счет 14-6, а 14-6 только Фнатики умеют вытаскивать, это не к Team Dignitas, особенно если брать против команды Астралис такие матчи. И Девайс контролил с библиотеки, ему выкинули смок, он меняет свой спот на точку с коннектора, потом возвращается обратно, Дюпри на Джейлисе, и тыкоджом дефолтно защищается с больших песков. MSL вместе с конфигом двигается в сторону коннектора, Девайс находит голову MSL, и достаточно спокойно наживает на кнопочку левой мышки конфиг, движется в сторону библиотеки, теперь уже с другой стороны кидает смок, но остается здесь, и Девайс вполне возможно сейчас подпушится конфигу, ух, как читает Девайс парни от начала до конца, налево и направо зеленого оружия, но Тэнске отвечает двумя хэдшотами, Нка Джумбы, Девайса, ваншот по Девайсу, и это что-то с чем-то сейчас было, просто невероятный парень, причем замечу я, что я ошибся с произношением Дюпри, я сказал, что он Девайс, но Девайс умер ровно в тот момент, когда я сказал о том, что он тоже получил хэдшот. Тэнске поставил бомбу, у него нет раскидок и теннисный минус... Эйс? Не, никакого эйса, не, 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 они слишком слабо шатали бананы того, чтобы получить эйс сейчас, они не служили просто, хотя, да. А, соу, клоус, я думал, ты скажешь, что я ошибся с Дюпри и скажешь, что его нужно было называть Дюпре, не, не, я там что-то, я, например, Дюпри называл очень долго Дюпре, и, ну, не знаю, на французский манер, Дюпре. Нет, Дюпри вполне себе французский. Комиссар Дюпри. А, Дюпри, наверное, все-таки будет Дюпре, Дюпри. О, господи, хватит, пожалуйста, это слышит. Тебя волнует это? Можно еще по-немецки? Да, так это звучит так, как это произносится. А ты что думаешь, они говорят R или R? Они говорят R. Короче, я вот одно время, я просто вижу в чате, там орут люди по поводу того, что хурях, я тоже хуряха назвал хуряхом, ну потому что, а что ты написал ник, как хурях? Как я по-твоему должен читать? XZIP 9X? То есть, как-то так, я понимаю. Яшка это понятно, ZIP X просто, ну типа, не знаю. И, я даже не знаю, почему ты читаешь то, что так не может читаться. Я сразу понял, что это ZIP X. Это просто к вопросу о том, что кто как читает. Карриган, посмотри на Карригана, он в гейпоинте находился, и он мог мутить нереальный совершенно набор. MSN вместе с Гербаем вдвоем против четырех игроков Астралис. Датчане, датчане из атаки готовы насиловать людей, но проблем в другом, что Каджук вообще не смотрел даже в эту сторону. Дюпри, даблкил, шикарная работа в конце этого раунда. Всего он оформил за четыре фрага, и это 14-6, и никаких шансов для Тим Дигнитес. Слишком жестко, слишком жестко. Слишком жестко от Астралис, Астралис просто очень хорошо играет Инферно, это факт, и мы видим, что Дигнитес ничего не могут сделать в атаке. Что только что происходило, парни, просто как и в предыдущих раундах, они абсолютно, ну вот, действуют почему-то не вместе. Очень часто игроки действуют соло и умирают, опять же, до захода на плейд. Астралис сейчас решили вообще подпушить, просто банально. Кербай находит Дюпри, Каджун, под личных два хедшота в медлее, МСЛ отвечает Каджунгу, ситуация 3 в 3, и вроде есть как контроль над бананом у Дигнитес, но при этом бомба находится очень далеко, на коврах. Я прошу прощения, что я не посмотрел вот этот вот ранний подпуш, потому что я смотрел банан и думал, что там сейчас тоже пойдет атака со стороны защиты, но не случилось. И Зипикс вместе с Керриганом вдвоем держит зеленку, Зипикс выходит через флешку аркада дефолтная, но Тенский не был словлен таким мувом от команды Астралис, и еще и прострелил смок, и нашел там не только комаров, но и голову Зипикса. Девайс тем временем дропается на большие пески, у него есть ВП в руках, он убивает рубин, но там есть угроза, красная угроза от МСЛ, он кидает бухло, подожженное прямиком в яму, и Девайс погибает уже от выстрела Тенский, который вышел с шарты, Керриган остается один против двух игроков, команда Team Dignitas, но Тенский погибает, отправляется прямиком в следующий раунд, МСЛ тем временем 100 хповый, держится прямиком за бомбой, и Керриган, Керриган видит его, все, теперь чистая дуэль, чистая дуэль, которую МСЛ выигрывает и берет этот раунд. 14-8, нет, 14-7, я прошу прощения, датчане побеждают других датчан, но Team Dignitas, конечно, никогда не являлись фаворитом этого матча, поэтому, на мой взгляд, даже выиграть с таким, точнее, прииграть даже с таким счетом не так плохо, по сравнению с тем, что они показывали в самом начале. Ну и мы видим, что Астралис, скорее всего, да, это уже точно ясно, будут делать эко-раунд, потому как нет смысла, опять же, тут как-то форсить, покупать какие-то девайсы, потому что у них очень хорошее преимущество в счете, 14-7, и мы видим, что сейчас они делают эко, как я уже и говорил, Тенске забирает Керригана на банане, вроде как открывают эту позицию Team Dignitas, Астралис находится по-прежнему 2-2, и там, судя по всему, пошел выход из дома. Каджум контролит апартаменты, Дипри держит пока что шорт, и два игрока атаки тем временем медленно, наверное, продвигаются в сторону банана, точнее, в сторону Б-планта под банану, и девайс с Дипиксом будет ответственным за эту точку. Дипри тем временем не справляется с приемкой шортика, и его шортики наполняются большим количеством пулик от оппонентов. Каджум тем временем держит апартаменты, и бомба движется очень-очень стабильно и спокойно, правда, пока что не очень быстро в сторону А-планта. Кирбай откидывает еще и Каджум, остается только Зипикс, у Зипикса очень печальное положение, против него два ствола автоматических, а у него пистолет в руке, и мало того, кончаются патроны, поэтому нужно убежать на конструкции и перезарядиться. Он убежал, но у него 8 хп, и это, в конце концов, должно закончиться, как и любой фильм ужасов, в случае с Зипиксом совсем-совсем скоро. Это, ооо, голова Руби и не отлетает. Однако, однако, Зипиксы допушат, и неизвестно, зачем, правда, они это делали, могли бы и не допушить, могли бы оставить его по 250 и без армора, но 14-8, и Тим Дигнитес показывает то, что они еще способны хоть что-то показывать, это довольно неплохо. Думаешь, способны? Вот, насколько вообще, по-твоему, реальный камбэк в этой ситуации, вот, вот в этих двух командах сейчас Астралис и Дигнитес? Я расцениваю, на самом деле, здесь камбэк процентов, ну, не больше 5% здесь вот есть у Дигнитес. Я думаю, что Астралис просто не отдадут такую ситуацию, такую карту, такую инициативу. 14-8, они за дефенс. Правда, Дигнитес мы видим, что сейчас взяли два раунда подряд, но, вроде как, парни могут навязать борьбу за террористов, три раундов. Нужно выигрывать сейчас этот раунд и потом пробовать цепляться дальше, так как мы видим уже разрыв довольно-таки серьезный. У-у-у, МСЛ, какие же крутые два фрага на Дипри и Каджума. Каджум, правда, оформил с Максеву на даблкил, но МСЛ, вот этот врыв, это реакция, это понимание движения, очень-очень грамотная работа от этого дачанина. И мы видим то, что Кэрриган здесь один на Б-планте, правда, бомба не у парней Тенске и Рубине, шатали защиту, вынудили Зипикса делать перетяжку, там его уже и приговорили, и Дэвайс теперь один, и он видит МСЛ, и он видит бомбу, что самое главное, МСЛ ему отдается, и сейчас Дэвайс просто перекрывает выход с банана, и если, если он еще в какой-то момент отвернется и пойдет и посмотрит на коннектор или библиотеку, два варианта, с которых его будут поджимать, он прекрасно этот момент читает, еще бы он его не читал, такой клатч будет брать тяжело, но игроки оппонента распличены, и если сейчас он одет ван-бай-ван, то у него есть все стопудовые шансы, чтобы забрать этот раунд себе, посмотрим, что он продемонстрирует, это реальный шанс на хайлайте, хороший, но все-таки Тенский вышел грамотно ему в спинку и почесал ее немножко. Ну и отличная работа для Дигнитос, они берут раунд, сейчас опять же у Астралис будет экономический, для Тим Дигнитос есть возможность взять десятый раунд, потом опять же, ну вот, это та серия, о которой я говорил, нужно брать серию раундов для того, чтобы попробовать вернуться. Ну 5% на камбэк могут превратиться в текущем положении, ну процентов в 10, все равно я не верю в Астралис, но конечно хотелось бы, чтобы они выверли все это на допы, и мы еще посмотрели допы, хотя я думаю, что ты скорее всего против, хотя тебе должно быть все равно, ты как комментатор, ты должен говорить то, что видишь, а видишь ты сейчас конкретно то, что Дигнитос заходит на точку Б, уже заняли, они банан, контролируют эту точку, и Дюпри судя по всему сейчас убьет МСЛа в спину. Кожом тем временем выходит с холпы, а у нас да, тут Дюпри вышел в конце концов, и МСЛ этого явно не ожидал, такого противного Дюпри, который вышел и как крыска мурышка забрался. Крыска Лариска. Крыска Лариска, да. Как коварный кальмарчик, просто взял и выстрелил в спину своему оппоненту. Дюпри остался с АК-47 чужим, и сейчас чужая АК-47 будут пытаться из него выбивать. Но он сидит под сеном, что означает, что... О-о-о, еще и минус Тодотенске. Ну, то есть, это, в принципе, могло быть 5-0, но Team Dignitas потеряли целых двух игроков с двумя девайсами, что, конечно, является проблемой для экономики, но не такой большой, потому что сейчас она у них пока адекватна. Что касается Астралисов, у них сейчас будет девайс на раунд, который проигрывать, наверное, не стоит, потому что на такие долгие и жесткие камбэки. Опять же, да, народ, может быть, спросит, что я тут очень много шучу, но, опять же, это просто по той самой причине, что карта, к сожалению, наверное, из всех сегодняшних карт самая безинтрижная, я бы сказал так. Понятно, что Астралисы тотально имеют превосходство на Team Dignitas, и если захотят, то они смогут ударить их там 16-5, допустим, 16-7. Ну, мне кажется, эта игра поинтереснее. Просто расслабились немножко. Ну, она... Эта игра, мне кажется, интереснее и динамичнее, чем игра, например, Na'Vi Envias, которую ты комментировал на трейне, где было 12-3. В какой-то мере, да, в какой-то мере, да. Но 12-3 это был вообще разнос от начала до конца. Или там все-таки счет не по игре? Как ты думаешь? Да нет, он близок к тому, что Envias вообще ничего не могли адекватно демонстрировать. Там не было вот таких моментов, как на Call of the Stone, не помнишь, где парни из Flipside Tactics просто нереальное количество клатчей затаскивали, им просто перло в какие-то моменты, и если бы эта удача не повернулась бы им там лицом, то они бы скорее всего там играли бы и допы, и может быть даже на допах проиграли. Но здесь девайс, какой прием! Почему никто не запушил его? Почему никаких флешек? Ничего против девайсика. Его АВП не вылетело со стороны команды атаки, и сейчас они просто теряют всех на выходе на Аплэн. Два игрока погибли на шарте, еще два на зеленке, и третий улетел в Альгалу прямиком у библиотеки. И это означает только то, что они отдают важнейший раунд, астралились и получают 15-ый, что означает, что они минимум уже на допах, а максимум они сейчас просто берут матч-поинт и на этом заканчивают первую карту. Какая у нас, кстати, вторая карта? Демираж, да, точнее. Демираж. Ну вот Мираж тоже будет довольно интересно, и на мой взгляд, кстати, этим Дигнитас там тоже очень-очень интересную игру могут показать. На Инфер, наверное, менее сильные Дигнитасы, нежели на Мираже. Ну Мираж классная карта для обеих команд, астралились и тим Дигнитас, ССК, вообще датские коллективы играют в Мираж, играют его довольно-таки неплохо, поэтому там катушка будет обязательно, я думаю, на порядок поинтереснее, нежели здесь. Хотя здесь все равно счет на самом деле говорит о том, что здесь все-таки была борьба, она есть, она продолжается, есть контроль над бананом у тим Дигнитас, заняты апартаменты, МСЛ с бомбой смещается, откидывает гранаты, судя по всему, куда-то будет происходить у нас небольшая ротация. Ну и Тенский забирает Керригана на Б, отличные новости для команды Дигнитас, к Зипекс откидывает очень хороший дым и сейчас выигрывает кучу времени для своей команды, при этом смещается уже на хелпу Девайс и два игрока как раз у нас сейчас остались на плейте и вот все-таки Дигнитас решает идти на точку Б. Зипекс пушит смока, Девайс отрядом, был, на самом деле, убежал и Зипекс совершенно не ожидает, что здесь просто взвод в паровозик чага-чага-чу-чу-чу, мало того, МСЛ пропушил коннектор, найдет сейчас голову Девайса и без всяких проблем по ней отстреляют Дюпри и Каджом полностью вне позиции и они будут сейвить свои Девайсы совершенно адекватно от них решение Тим Дигнитас возьмут 11 раунд. Я только что заглянул на статистику по обеим командам на Мираже и я могу сказать не очень утешительные новости для Тим Дигнитас потому что Астралис за последние 3 месяца играв 12 раз на Мираже сыграли 10 карт 2 из них проиграли только и 15 карт играли Тим Дигнитас и выиграли 10 проиграли 5 то есть это там тоже нормальный хороший винрейт но по сравнению с тем что имеют 10-2 Астралисы причем сами прекрасно понимаете то что у Астралисов это совершенно другие оппоненты совершенно другого уровня нежели Тим Дигнитас который участвует во множестве второстепенных чемпионатов и например могут проиграть КСГЛ которые явно не блещут в последнее время настолько чтобы проигрывать им чтобы им проигрывать и можно было назвать это адекватным я помню как сгорело у всех так что у КСГЛ точнее КС Лаунж за Дудосили но факт остается фактом то что на Мираже Астралисы пока что выступают лучше Тим Дигнитас немного хуже но все еще там катка должна быть тоже очень-очень яркая Каджум берет Макс Эван Фамасу Керригана Девайс с ОВП все еще Астралисы пытаются взять один раунд это Синдром Синдром 14-го раунда Синдром 15-го раунда он пока что есть Девайс не попадает Ликшот пытался замутить но не случилось Дюпри зато вместе с Девайсом постарались по поводу ХАЕшек и Кирбай закончил уступление в этом раунде Конфиг и компания выдвигаются в сторону Банана здесь имеется Керриган вместе с Зипиксом у Зипикса есть Семка он откидывает сейчас Смог нет они будут в одиночке тут кидать хотя нет-нет-нет они оставляют бессмочный заход неужели Керриган сейчас не откинет Смог нет-нет-нет будет слишком поздно если он сейчас замахнется получает флешку да и слишком поздно оказалось то, что ни один Смог не помог Зипикс минусует двоих с катушки влетает еще на Рубиню Конфиг пытается ответить на Керриган и Керриган падает Зипикс отходит на конструкции ну и здесь два игрока Тим Дигнитос им будет очень тяжело защитить эту бомбу здесь лежат большое количество Смогов но вопрос даже не в том сколько они пролежат а вопрос в том что сейчас Астралисы соберутся и вчетвером выпушат мало того у них шикарная есть позиция они работают на конструкциях на Халпе и два игрока на Банане этот выход будет довольно-довольно сложный для отражения стим Дигнитос сейчас Рубиня сидит с двойным Конфиг сидит в фонтане там его щекотали рыбки за определенные места но он уже погиб Рубиня тоже отдается и таким образом Астралисы берут 16 раунд и выигрывают на карте до Инферна Ну это ГГ и я думаю что все-таки на Мираже у нас тоже будет довольно-таки интересная катушка обязательно далеко не уходите совсем скоро я думаю что вот прям вот прям минут пять и мы будем наблюдать с вами Мираж Мираж Мираж